29 января социальные сети взбудоражило видео, выложенное одним из пользователей. Ролик, снятый из окна типичного многоквартирного дома на улице Зубковой, демонстрирует, как трое мужчин волокут трупы или обездвиженные тела собак и забрасывают их в машину. По данным рязанских зоозащитников, убийством отравленными шприцами и вывозом тел в рязанских дворах занимается муниципальное предприятие «Лайка». Однако директор предприятия Петр Титов отказался от комментариев по этому поводу. Петр Федорович, Марина Комиссаров, телекомпания «Город». Уделите минутку внимания? Нет. А может быть подъехать можно к вам за комментарием? Не надо. Хорошо, спасибо. Я комментарий не даю. Всего доброго. Не удалось нам попасть и на территорию предприятия. Между тем, в ходе подобных зачисток, кто бы ими не занимался, нередко гибнут домашние питомцы. К примеру, в тот же день, 29 января, в сети появилась информация о том, как невинной жертвой неизвестных стал домашний пес Бим. У меня мама была очевидцем. Я чуть позже уже подоспела на это происшествие. Она увидела приближающуюся мужчину к дому. Она подумала, что он с огнестрельным оружием, точнее с ружьем, который направил его в сторону собаки, которая сидела у забора нашего дома. Тут же она метнулась к собаке, чтобы защитить, посмотреть. То есть она закричала сначала в форточку ему, то есть остановитесь. Но он после того, как выстрелил, или как это там называется, я не знаю, отправился в другую сторону, как бы бежать, грубо говоря. А собака подбежала к крыльцу и в конвульсиях через полчаса она скончалась. В деревнях и селах действительно существует практика, когда домашние собаки свободно гуляют рядом с домом. Но на Биме был ошейник. И вряд ли он был похож на бродягу. Тело собаки хозяйка от стрельной организации не отдала и отвезла на экспертизу, результаты которой будут готовы на этой неделе. Женщина написала заявление в полицию и собирается привлечь к ответственности виновных через суд. Он понимал все команды, он там лапы давал. То есть это, я говорю, это был человек. Не говоря уже о том, что он вот после того происшествия, когда он спас мою дочь старшую, это было несколько лет назад, к ней пытался, естественно, сейчас уже не скажем, что хотел от нее пьяный мужчина. Но собака на него не набросилась, она своим лайм отпугнула его. И, естественно, находясь рядом с ребенком, она спасла, я считаю, моего ребенка 100%. Как пояснили рязанские зоозащитники, так называемые рейды по отстрелу животных в ближайших районах области – не редкость. Администрация сказала, что скоро мы перейдем на гуманное регулирование численности бездомных животных. И уже на данный момент в СМИ появляются сведения о том, что существуют вольеры у муплайка, и что животных там содержат три дня. Но, как мы видим, в последнее время в популярных сообществах Рязани и в СМИ просачиваются новости и видеодоказательства о том, что дело сейчас обстоит вообще абсолютно не так. Мы надеемся на то, что нам предложили войти в рабочую группу, и этот вопрос мы будем решать уже напрямую с администрацией города, пока лайка на какие-либо запросы СМИ не реагирует. Между тем, питомника никто не видел. Ни зоозащитников, ни прессу на территорию лайки не пускают. Мы будем следить за развитием ситуации и очень надеемся, что виновные в гибели БИМа будут наказаны.